Я сам. Эту фразу часто можно услышать от ребенка, который старается что-то сделать самостоятельно. Чтобы поддержать и развить таланты ребенка, проводятся детские мастер-классы. В Чувашском национальном музее малышей учили делать пчелу маю. На одном из таких мастер-классов побывала и наша съемочная группа. Ребята шили игрушку своими руками. По словам организаторов, в мастер-класс они посвятили сбору меда. Прежде чем взяться за дело, ребята вспоминали, сколько пользы приносят пчелы и какие сорта меда бывают. Конец июля, начало августа, время сбора меда. Из-за обилия цветов большое количество меда собираются в пасек. Дети наверняка многие в деревнях видели эти пасеки. И хочется, наверное, сделать такую замечательную пчелку-насекомую. Это же как мягкая игрушка, она очень хорошо может использоваться ребенком в игре. С мастерикой несложно. Все, что требуется для поделки, это флис, фломастеры, ножницы, нитки и желание творить. А остальному научат специалисты. Игрушку выполнить несложно. Вырезать шаблоны с поделки взрослому человеку достаточно 20 минут. Ребенку, чтобы справиться с задачей, времени надо побольше. Я люблю очень делать поделки с обликацией, очень люблю шить. Я только сегодня начала, и это очень хорошо мне показалось. Я люблю шить, делать обликации, рисовать. Я первый раз шью, и мне понравилось шить. И у меня получилась вот такая пчелка. Мастерить что-либо своими руками приходится по душе каждому ребенку. Создавая новую поделку, они вкладывают в нее не только все свои силы, но и всю свою душу. Поэтому детские ручные работы имеют особую ценность. Евгения Егорова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова